привет у солнечного города сучи с вами арина и у нас начинается утренний кофе ариной утренний кофе с ариной давайте друзья попьем кофейку и немножечко отвечу вам на комментарии поговорим о жизни и плюс еще у меня будет один сюрприз для моей подписчицы ну что друзья варим кофе значит положили две ложечки кофе одну ложечку сахара и сейчас я буду готовить бутербродики с яичком жарить на сковородочке как ранее я уже показывала мы берем два беленьких хлебушка смотрите прорезаем кружочек в середине и приготовили два яичка которые будем сюда выливать подсолим перевернем и у нас будет готов наш вкусненький зра завтрак ну что друзья всех с добрым утром просыпайтесь да пара 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 кому на работу кому в садик бежать и детей провожать кого делать домашние дела ну а мы сейчас с вами будем завтракать кофе у нас закипела три раза бросили на белый хлебушек яйца и сейчас мы будем переворачивать всю нашу конструкцию вот напишите тут такой завтрак себе тоже готовит наливаем кофе очек и кто как пьет я пью его с молоком вкусный ароматный кофе с утра но это просто блаженство да девчонки утренний кофе с ариной начинается кофеечек мы с вами сварили начинаем пить какой вкусный и смотрите сделала себе жареные бутербродики вы видели да и что я хотела бы сегодня рассказать такой вот у нас внеплановая кофе утренние да если вот девчонки вам нравится то пожалуйста можем иногда кофе такое вот утренние делать значит хочу сначала поблагодарить всех за комментарии девчонки и мужчины которые меня смотрят а также естественно у меня есть подписчица ольга она написала что у нее день рождения 15 декабря но не написал правда с какого она города и сколько ей исполняется лет я хочу ее поздравить с днем рождения я немножко подготовилась олечка для того чтобы тебе было намного приятней и и красивее отмечать свой день рождения да хочу пожелать себе такие прекрасные слова с днем рождения олечка женского счастья кстати мою сестру тоже зовут оля женского счастья улыбок веселья солнца и моря сил и везения ведь для счастья немного нам надо чтобы здоровыми были все рядом меньше тревог и улыбок почаще чтобы денек был светлее и ярче добрых желаний и мгновения радости смеха в твой день рождения пахнет духами уютом тепло теплый очаг это женщины дом будь же веселый будь самой славной самой красивой и самой желанной я души хочу поздравить тебя с днем рождения пожелать тебе счастья любви здоровья исполнение всех твоих желаний чтобы жизнь тебя радовала чтобы любимый человек тебя радовал вот чтобы родные тебя радовали дети тебя радовали чтобы в жизни поменьше было всяких разных проблем и побыстрее исполняли все желания без всяких разных там неудач да какие мы всегда в жизни проходим но хочу чтобы ты всегда улыбалась чтобы радовалась несмотря ни на какие проблемы печали и горести ура с днем рождения олечка я тебя поздравляю и думаю все мои подписчики тоже тебя поздравят ну что а мы переходим к утреннему кофе от арины да хочу немножко рассказать и развеять такой такой миф миф-антрижка про мужчину девочки реально это было так я на самом деле вот вот я был а в шоке покупаем мы с подругой в бирюзе эти духи девчонки и буквально на выходе но мы еще зашли в бургер кинг а попили там кофе а съели там по булочке тогда я мороженое кстати заказала то вкусное люблю и на выходе представляете на выходе мужчинка меня останавливает и реально на этот запах говорит вы знаете так вкусно от вас пахнет но мужчина как бы да они особо не разбираются это вкусно пахнет от вас что это год за аромат я ему сказала естественно black afghan я ему сказала что он реально унисекс то есть он и мужчинам и женщина подходит кстати если есть мужчинки напишите нравится ли вам этот аромат значит он такой говорит он пристал ко мне девчонки вы не поверите у подружки вот такие вот глаза что происходит моя подруга купила всего лишь духи а в итоге к ней прицепился мужчинка как собачонка мужчина за 50 50 плюс немножко разговорились он на переехал очень-очень давно с москвы в лазаревское вот и естественно он ко мне пристал дайте номер телефона и я холостой а вы тоже по ходу я это взяли у меня мужчин на выходные приезжает там или я не знаю с командировки скоро вернется да нет девочки это вот с той серии когда я вам всегда говорил мужчин тоже знают когда женщина холостая когда у нее 10 детей да там наверное просто потому что если она улыбается значит жизнь немножко полегче у нее да вот реально у меня тоже такое было когда я воспитывала тяну своих детей вот бывшего своего мужчин двоих детей то семья четверо детей было подростки вот я меньше улыбалась я и работала тоже дома все и готовка каждый день вы знаете вот девчонок смотрю иногда блогеров они готовят готовы на там надеть детям тому же я понятно что мы с любовью готовим и мужу и детям но знаете мне прям вот реально вот почему-то вчера вот я вот сидел я не помню какую девочку осмотрела и такая думаю господи женщина как комбайн вот они вот она реально комбайн она готовит готовит бесконечно моет посуду опять готовит обед и завтраки ужины до стирает там носки мужику подала где моя рубашки где мой там то дюкзак дети кричат где эти тетрадки в школу книжки девчонки мы реально с вами такие что я не знаю мужчины вот точно должны носить на руках вот реально говорю реально да и что получилось дальше что продолжение банкет пожалуйста да что было дальше ну что было дальше то хочу сказать обменялись каш телефона ко мне пристал дайте говорит номер мы на море где-нибудь вместе погуляем там туда мы сюда и моя такая я на подругу смотрю так она меня старше подруга меня старше почти на 15 лет а вот она говорит ну ну да я говорю слушай и оли кстати завод я говорю оль я не знаю что такая да ладно проблема то не захочешь не будешь общаться ему согласна да не захотим заблокируем общаться не будем как поливы девочки какие вы жестокие короче говоря дала ему номер комментарий девочки пишут а дала ему номер телефона естественно вечером мы созвонились но девочки у меня проблема такая я очень выборочная в партнерах почему потому что я была очень много раз замужем девочки и уже я считаю что знаете вот первый попавшийся брать вот не хочется так хорошо когда ты пока один да знаете есть время как многие многие мудрые люди всегда говорили что одиночество это не наш грех одиночество это наш отпуск для девочек вот реально это так это наш отпуск я бы так сказала и так она есть в это время мы мы работаем на себя то мы работаем на мужа на детей там рожаем но вынашиваем воспитываем а тут поработаем на себя захотел их ем хаву как говорится захотела пряники захотел поехал домой захотел поехал куда-то отдохнуть и так далее и так вот естественно высшие силы определяют нам срок отдыха с рук это не одиночество а это наш срок отдыха отпуск у нас у меня сейчас отпуск его знаете когда вы из этого слова одиночество такое какое-то убитое страшное слово одиночество вы говорите у меня отпуск блин а это ассоциация другая как раньше мы ездили на моря на океаны да там уж банили гуляли там веселились знакомились как говорится да это совсем другая ассоциация как корабль назовешь так он и поплывет девочки вот реально говорю вот попробуйте у кого нет пары вы скажите что я не одиноко все понятно что там есть семья говорят у тебя есть там дети у тебя нет это не то это совсем не то женское счастье это совсем другое это не дети это не родители это когда ты счастлив она называется женское счастье девочки давайте за женское счастье кофеечек да она называется женское счастье когда ты счастлив именно для себя женская женщина должна быть счастлива и вот это женское счастье мы все естественно хотим а кто его получил девочки ни в коем случае его не растеряйте это однозначно старайтесь договориться со своими мужьями да так вот продолжение продолжение банкета но я хочу сказать что очень конечно но не только я одна конечно все привередливые девочки до пообщалась у меня проблема состоит в том что даже не в моей профессии кстати могу сказать хотя многие мужчины кстати когда узнают кем я работаю у них сразу страх страх о боже она узнает мои все шаги она увидит где я а вы знаете оказывается да вот тот мужчинка кто как говорится за кого я выйду замуж в будущем он не будет бояться он не будет бояться что я его увижу где-то на картах или просмотрю по энергетике да я могу просматривать чем мой мужичок там занимается а работает но умничка умничка работы солнышко работы вот а что а тот мужчина который не будет этого бояться он кто он честный человек он не будет меня обманывать ему бояться то нечего чем бояться то все мужчины которые у меня были вот в гражданском браке и в официальном браке никто не боялся на мы и моей профессии почему потому что самое главное в отношениях со мной они понимали что это доверие это доверие друг другу если человек начинает ревновать у меня кстати был развод из поэту тема один если начинают мужчинка ревновать то все все это нет доверия мне такой человек не нужен если мужчинка начинают пить каждый день или даже каждые выходные как бы знаете как вот уже само собой разумеюще всего и такой мужчинка не нужен а мне не интересно я не пьющие но могу выпить шампанское вино поддержать компанию даже коньячку стопарик навернуть но все знаете мне не интересен алкоголь я совсем другими темами дышу да я дышу своей работой развитием путешествием когда у меня есть на то время кстати к путешествию вернемся и сейчас договорю по это по поводу этого мужчинки значит этого мужчинку называют зовут его александр а вот и а что я хочу сказать ну девочки но поговорил я снимал пару пару вечеров я немножечко с ним поговорил я поняла что это не мой человек вот и все это не мой человек девчонки бывает у вас такое но на внешнюю так себе вы знаете я никогда в жизни в своей своей жизни не смотрела на внешность ну конечно чтобы не отталкивающе совсем был ну то есть я не искал никаких-то там аланделонов да то есть но обычный средний типаж мужчины это не показатель внутреннего мира до внешность не показатель внутреннего мира очень часто девочки наступают на те же грабли или допустим не могут выйти удачно замуж просто потому что и мужчины кстати у них такой же у них такая же проблема они ищут красивых это вообще отдельная тема девочки вы не представляете когда ко мне на консультацию даже дистанционно являются мужчины и когда они начинают что-то там мне такое говорить вы знаете как я за всех на женщину наступают вы не представляете я говорю как есть ты ищешь красивую женщину ты на нее клюнул то на нее запал ты хочешь чтобы не были на хорошо выкрашены волосы там реснички губки все дела там грудь попа и все такое и чтобы она еще сидела на диете что была стройный как не или кипарис извини меня хорошо ты женишься на этой женщине а дальше чё у меня кстати очень много у меня вот как много но два раза два раза я очень сильно худела и очень сильно поправлялась за счет родов на 30 килограмм это сто процентов где-то набирал на 10-15 потом еще поправлялась девочки гормональный фон меняется и с возрастом тоже и что получается конечно взял ты ее кипарисом а дальше что она может быть она может поправиться и чего ты разлюбил меня была такая подружка в молодости девочки он женился на ней она была кипарис родила у нее очень изменилась фигура сверху стала 48 а внизу 58 но песочные часы да там как там получается вот и что и он так и йога набил так и йога набил и год я хочу чтобы ты ходила в коротких юбочках она бедная несчастная всегда поднимается самооценку наташка звали граната успокойся ты красивая это хорошая причем здесь это причем здесь эти попы говорю эти груди там я не знаю но дело в том что старость это все одинаковые вот в чем вопрос к чему я все виду девочки и мужчины а еще взял ты красивую а у нее запросы она не хочет чтобы ты 20 30 тысяч получал он ты только 120 200 должен нее вкладывать потому что она привыкла к процедурам дорогим она привыкла там на отдых дорогой кататься или там одеваться до или обуваться а ты берешь за нее ответственность ты женишься на ней это для мужчин да и что получается а потом чё а потом о боже она корыстно девочки кто слышал это я просто устала за всю свою жизнь это слышать она корыстно да и только одни деньги нужны да сколько можно да и все мало мужчины очнитесь пойдите возьмите у мусорки нищебродку ей ничего не надо она привыкла краюшечки хлеба она привыкла кусочек хлеба найти в день и ей нормально ей просто шикардос я это мужчина кстати девочки говорю я очень хорошо люблю прочищать им мозги до заступаться за нас девчонок вроде иди-иди найди какую-нибудь деревне лохушечку возьми который ничего не надо в печи огонь горит каша на плите стоит и был бы милый рядом хоть какой у меня кстати была такая ситуация с одной девочкой она все кричала она была 15 лет одна пера слышал замуж помолвать неудачно родила потом 15 лет была одна на прав там был богатый какой-то любовник женатый но она кричала боже хоть какого-нибудь хоть какого-нибудь дай мне боже дал божий хоть какого-нибудь еле ноги утащила через пять шесть лет сначала ничего нормально был готовил все прекрасно там еще кстати ребенка 2 ну-то родили то есть она от него родила а потом запил безбожно просто безбожно запил и пил каждый день он еще до этого работы меня она просто думаю думала как его выписать вообще выгнать соляки а он был другого города девочки каких только истории не туда в нашей практике пишите свои интересные истории а вот ну и что получается в общем с этим мужчинкой девочки ничего интересного ну как друг как знакомый я оставляю всех то есть почему позвонит поговорим может быть и на море пройдусь когда-нибудь у меня просто время есть быстренько иногда к вам вам заехать снять там быстренько море жозефина погулять и все и домой работать кстати у меня на моих основных рабочих каналах кстати ссылочки всегда оставляю в описании под видео найдите я начала выкладывать гороскоп таро прогноз на январь сейчас и уже потихоньку начала записывать годовой для 12 знаков для всех знаков зодиака ну вот так вот девочки и я хочу сказать что этот но и кстати в итоге это подружка который наташка который поправил сдам у неё фигуры песочные часы в итоге так они развелись девочки вот ее судьба такая она едва ему дочку родила они как-то по квартирам скитались снимали арендовали с родителями он не захотела опять жить вот сразу да такой намек вот родители хотят жить или он с ними все понятно значит там человек как-то не очень серьезно относится к женщине первый звоночек первый звоночек вот и получилось так что он нашел себе кипарис девушку кипарис худенькую зной некую и они развелись девочки они развелись и она потом она работала военной части она потом через год познакомилась с парнем какой-то праздник был он ее пригласил он ее младше там на 7 8 лет она вообще не думал что что-то будет у них какие-то отношения но так хорошо добивался ее девочки по сей день живут на на лет двадцать уже он очень успешный парнишка оказался он ездил там пока по контракту зарабатывал хорошо квартиру в итоге трешку приобрели машинка у нее у него она кстати ему ребенка родила тоже девочка у нее родилась а вот и и вы знаете я как-то ей звонил папир спрашиваю что наташка как твоя фигурка то песочные часы она говорит не поверишь он просто горит вот возле меня возле моей попы везде но я говорю о вот этот человек оценил тебя по достоинству хороший мужчинка будет жить всю жизнь вот так вот девочки они уже долго-долго живут и счастливы вот и он ее любит любую худую пухленькую там до полненькую девочки и мужчинки если вы меня конечно смотрите надо но я хочу сказать что старости все одинаковые только с возрастом к этому приходишь старости все мы старенькие мы дряхленькие и кожа у нас старенькая да конечно можно делать операции есть у меня знакомые девочки в москве которые по полмиллиона а сделали коррекцию лица операции но это очень опасно это очень опасно потому что девчонки на нервах были кстати по этой системе тоже звонят еще узнают если кто операцию делает тоже пробиваем разные больницы врачей я смотрю чтобы операция прошла хорошо то есть тоже девочек контролирую потому что деньги немало это здоровье это очень важно вот и что но в основном то 80 процентов населения обычные трудяги как все мы обычные и мы будем естественной старенькими да а он красивый ищет он красивый ищет а что получается когда ты состаришься он тебя бросит и пойдет красивой ох какой подлец девочки это называется эгоизм а нам таких мужчинка не надо нам надо хороших добрых и заботливых и внимательных поэтому девочки знакомимся дальше так знакомимся дальше ну и в общем как то так я ничего особо ему не говорил он понял что он на мне не подходит это мужчина вот и все девочки отдыхи шикардосные их москву возьму и кстати будем проверять эти духи в ресторанах салонах красоты и вообще на улице будьте со мной я с вами девочки мужчинки и мы с вами в москве очень интересно будем зажигать и я поеду на новогодние праздники москву по поводу путешествие было был вопрос да я езжу но друзья у меня очень мало времени я в основном езжу по местности по черноморскому побережью почему я сюда переехал поближе да ну тапсы и геленджик анапа адлер давно сочи вы видели там да но дело в том что если я еду куда-то подальше кроме москвы до кроме москвы на алтай например на святые места я конечно же не снимаю на камеру ничего потому что там я восстанавливаю свои силы хотя я здесь тоже живу очень многие кто меня находит говорят интересно в горах у моря из питера звонят с москвы по моей основной работе за границы откуда только не звонят и как только узнают где живу они понимают что это места сила это уже места силы девочки где я живу я живу вообще очень даже прекрасненько я живу на перекрестке стихии стихии то есть как перекресток дорог есть то есть перекресток стихии то есть смотрите у меня за спиной горы а прямо у меня река справа у меня горы а слева у меня море ставите какая сила сильнейшая но естественно у меня целительские энергии они приплюсовываются больше к шаманским а вот работаю с энергиями и работами стихиями и работаю с богами то есть здесь очень сильная сила идет девочки но поэтому наверное я и помогаю уже около 20 лет многим людям а в москве я не могла в москве я задыхалась мне не хватало энергии не хватало сил люди очень много высасывают энергию во время моей работы даже просто консультируя человека уходит очень много энергии и я там не успевала восстанавливаться потому что там были одни здания а здание они не пропускают природные стихии да то есть они блокируют поэтому в городах очень тяжело людям восстанавливаться тяжело дышать иногда бывает да вообще существовать и просто улыбаться а здесь все прекрасно девочки мужчинки ну что утренний наш кофе с арена подошел к завершению я всех люблю целую прекрасного вам завтрака прекрасного вам обеда ужина кто меня там посмотрит попозже да а я с вами буду прощаться с вами как всегда была арина море сочи пишите новые комментарии пишите как вам утренний кофе с ареной понравился будем продолжать пока пока